Как жили современники фараонов Нового Царства и героев Троянской войны на степных просторах Евразии, можно узнать на выставке «Путешествие в Бронзовый век». Одним из создателей выставки «Путешествие в Бронзовый век» стал Максим Борисов. Рассказывает, участие в проекте для него результат длительной работы. Когда он был еще школьником, мечтал увидеть, как в реальности выглядят вещи древнего мира. С тех пор много времени тратит на исследование и моделирование древних технологий. Прекрасный повод как раз вернуться к этой теме, вспомнить вот это вот влечение идеей молодости, юности. То есть это вот как раз стало возможностью участия в этом выставочном проекте. Об эпохе поздней бронзы Северной Евразии известно очень мало. От нее ни осталось циклопических руин, ни сохранилось письменности. Но ее вклад в историю сложно переоценить. Например, на Волго-Уралье были обнаружены одни из самых древних образцов колесниц. Посетителей выставки познакомили с репликами оружия, орудий труда и предметов быта позднебронзового века. Также они попробовали свои силы в древних ремеслах и стрельбе из лука. Древний мир, учебники обычно говорят о Египте, Месопотамии, Греции, Рим. Это все на слуху. Что было у нас, мы не знаем. Мы вот этот пробел как раз стремимся запомнить. Увидеть выставку может любой желающий. Она работает в торговом центре «Гудок» до 4 ноября. Организаторы говорят, гостей ждут лекции известных ученых, антропологов и археологов, на которых можно будет узнать о древней истории Самарского края и России в целом. Никита Борисов, Константин Головин. События. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...